Всем привет! Я снова рад всех приветствовать в новом видео, в котором расскажу о тех аквариумных рыбках, которых не рекомендую заводить начинающим аквариумистам на основе своего опыта и, возможно, тем самым уберегу какое-то число аквариумистов от таких же ошибок. Прежде чем начну этот список, выражаю огромнейшую благодарность всем тем, кто лайкает, комментирует и делится моими видео на своих страничках в социальных сетях и группах по аквариумистике. Начну, пожалуй, с мешка жаверного сома, который, когда маленький, то совсем не представляет никакой опасности и, возможно, даже мило выглядит со своими усиками. Но со временем, ваше мнение о нем, скорее всего, начнет меняться, потому как начнет приносить только хлопоты в виде всего перекопанного, перевернутого и, возможно, даже начнете недосчитываться других рыбок. По крайней мере, у меня было именно так. Хотя в плане выносливости, эта рыбка переносит даже очень плохие условия содержания и кормления. Следующая рыбка, которой не стоит заводить новичку, это астронотус. Рыбка очень красивая, сильная, может постоять за себя в общем аквариум. Если по соседству будут маленькие слабенькие рыбки, их астронотусы воспримут как корм. Помню, еще в школьные годы приобрел совсем маленьких астронотусов и поместил их в общий аквариум, где у меня были другие маленькие рыбки, включая и всеми любимых неончиков. А потом начал замечать, как с каждым днем уменьшается количество последних, вслед за которыми исчезли губики, меченосы и после этого я понял, что пришло время с ними прощаться. Также не рекомендую приобретать цихлид, не то чтобы у меня к ним была не любовь, а просто многим они нравятся внешне, так как яркие, красивые, но новички селят их к харацинкам, живородкам или в травме. А потом, соответственно, в аквариуме растения не растут и рыбки исчезают, поэтому если заводить цихлидок, то обдуманно подбирать им соседей и декорации. Учитывайте еще то, что многие цихлиды агрессивны даже между своего вида. Следующая рыбка, с которой надо проявить осторожность, это тетрадон. Очень интересная и необычная рыбка, которая многим поначалу нравится. Особенно часто этих рыбок берут для борьбы с улитками, от которых начинающим аквариумистам трудно избавиться. Справляются они с ними просто на ура. Съедают всех подчистую. А после этого переходят на всех соседей, которые могут поместиться в рот, которые у них совсем не маленькие. Поэтому соседями тетрадоном должны быть рыбки, которые могут дать отпор, а не стать для них кормом. Что касается карликов от тетрадона, то они меньше в размере и хорошо справляются с улитками. Но заодно и креветок поедают. Поэтому начинающим советую обойтись без них. Также не рекомендую заводить краснохвостого сома, который довольно интересно выглядит. И тем самым привлекает начинающих аквариумистов, которые не подозревают о том, на что способен этот миленький товарищ. Когда сомики маленькие, то и проблемы незаметны. Но когда они быстро начинают увеличивать свои размеры, то и хлопоты от них тоже увеличиваются. Растения и мелкие товарищи будут уже восприниматься как корм. Друзья этому сомику должны быть такие рыбки, которые не поместятся ему в рот. А он у него, поверьте, не маленький. Следующая рыбка, которая так и манит своим видом начинающих аквариумистов, это рыбка дискусс. Эта рыбка не агрессивна, не повреждает растения и может очень эффектно украсить практически любой аквариум. И сейчас у многих в голове возникло недоумение. Почему же я тогда не рекомендую начинать с них? А причина в том, что эти рыбки довольно требовательны к составу и температуре воды. А так как начинающие плохо разбираются в тех процессах, которые происходят в аквариуме, то их содержать их будет сложнее. Температурный режим у дискуссов выше, чем у остальных распространенных аквариумных рыбок. Если их содержать при них, то это доставляет неудобства другим обитателям. Если же содержать при более низкой температуре, то это плохо может сказаться на их самочувствии. Как вариант, их можно содержать отдельно. И аквариум им нужен. И как любят начинающие литров на 10-20, а вот 50 литров на каждый особ. А на это не все вначале решаются. А завершим список многим известными и любимыми золотыми рыбками, с которых начинали многие аквариумисты. Не рекомендую начинать с них, так как этим рыбкам наоборот требуется температура пониже. Они также с большим удовольствием будут есть ваше любимое растение, и отходов от жизни и деятельности будут намного больше. Да и аквариум им желателен побольше, чем для тех же хороцинок. А еще золотые рыбки любят активно покопаться в грунте и тем самым постоянно баламутя воду. Соответственно, фильтрация должна быть на это рассчитана. А зачастую новичкам продают фильтры, которые на это не способны. Так как продавцы не всегда могут все предусмотреть и знать о желаниях начинающего аквариумиста. Также эти ребята могут и употреблять в пищу маленьких соседей. А если соседями у золотых рыбок будут активные рыбки типа барбусов, то у золотушек будут потрепанные их красивые плавники. И конечно же, постоянный стресс. Так как они очень неповоротливы и толком не могут дать отпор таким соседям. Этот список, конечно же, не полный. И его можно еще дополнять и дополнять. Поэтому можете принять в этом участие и написать свой список рыбок, которых не рекомендуете начинающим аквариумистам. А также почему, лично мне было бы интересно услышать вашу историю о том, какие хлопоты доставили те или иные рыбки. Вы, конечно, можете прислушаться к моим советам, а можете получить свой опыт с теми или иными рыбками. Если видео вам понравилось, то поддержите его лайком, подпиской на канал и нажатием на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео на канале. Желаю всем всех благ и до новых встреч в новых видео. Пока-пока.